Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня хотелось бы поговорить о региональных особенностях взгляда библиотеки на читательскую ситуацию. В рамках Всероссийского исследовательского проекта «Чтение в библиотеках России», который Центр чтения осуществляет с 1995 года и по настоящее время, мы изучали разные аспекты чтения в библиотеках малых и средних городов России. В 1922-1923 годах исследовательский коллектив решил уделить внимание именно экспертной оценке сотрудников муниципальных библиотек читательской ситуации, читательских интересов, возможностей их удовлетворения в библиотеках малых городов. Традиционно нашими базами исследований являются библиотеки старинных русских городов, по крайней мере, библиотеки городов с преимущественно русским населением. На этапе 1922 года мы получили 33 анкеты из 30 населенных пунктов 20 регионов России. Но, что называется, сама жизнь подтолкнула нас к тому, чтобы посмотреть, как различаются собственные читательские ситуации и взгляд библиотекарей на него в зависимости от региона. И в 1923 году мы привлекли к нашему исследованию муниципальные библиотеки двух национальных республик. Это Чеченская республика и Республика Алтай. С помощью сотрудников, конечно, научно-металлических подразделений этих библиотек мы распространили опросные листы, в частности, вот и по этому экспертному опросу, по всем муниципальным образованиям. В итоге мы получили 17 анкет из муниципальных библиотек Чеченской республики и 11 из муниципальных библиотек Республики Алтай. Ну, вот те данные, которые мы получили, они позволяют выявить некоторые региональные особенности. Ну, первая особенность, то, что очевидно и ожидаемо, это особенности репертуара в зависимости от региона. Ну, конечно же, в чтении присутствуют и весьма востребованы местные авторы. В библиотекаре Чеченской республики отметили, что спросом у читателей пользуются книги классиков чеченской литературы. Ну, вот, в частности, Абузар Айдамиров, чеченский классик, имя которого носит Национальная библиотека, оказался на первом месте в рейтинге наиболее спрашиваемых авторов. Ну, помимо него также спрашивали произведения Магомета Мамакаева, Шамаакуева, то есть классиков чеченской литературы, ну, а также современных чеченских поэтов и прозаигов. Ибрагимова, Кусаева, Эдуарда Мамакаева, Мусиханова, Ирошидова, Хамидова, Юсуповой, Ярочева. Ну, и в Республике Алтай также популярны алтайские авторы. Кокышев, Адаров, Акулова, Калкин, Сартакова, Телесов, Ядоганов. Ну, помимо, собственно, интереса к своим авторам, в Чеченской республике зафиксирован спрос на литературу Северного Кавказа. Ну, лидер здесь – это ингушский писатель Идрис Базоркин. А в Республике Алтай популярны книги либо тематически связанные с Сибирью и Алтаем, либо произведения уроженцев других сибирских регионов. Ну, это, конечно же, и Вячеслав Шишков, Глеб Пакулов, Ефим Пермитин и современный красноярский автор Елена Петрова. Но на периодические издания тоже, конечно, зафиксирована региональная специфика. Прежде всего, это, конечно, новостные газеты регионального и районного уровня. В Чеченской республике – это, если говорить о республиканском уровне, Вести республики, Отчизна, Аргун, Грозненский рабочий, ГУМС, ну и разнообразные районные газеты. В Республике Алтай – это новостные газеты Алтайдын-Челманы, Звезда Алтая, ну и также районные газеты. Ну, вероятно, в большинстве случаев библиотеки все же хорошо ими комплектуются, как, собственно, и повсеместно по России. Но помимо новостных газет назывались и другие региональные периодические издания. Особенность и уникальность Чеченской республики – это издания различных по содержанию региональных газет и журналов. И, конечно, они спрашивались. Это и исламская газета «Зори Ислама», общественно-политический журнал «Деловой Грозный» и уникальное для России явление – женский литературно-художественный журнал «Нано». А в Республике Алтай выпускается и пользуется спросом в библиотеках детский журнал «Солоны» или «Радуга» по-русски. Ну, помимо присутствия в чтении национальных авторов и местных изданий, конечно, характерные для регионов и другие специфические особенности. Вот по сравнению с русскими городами в национальных республиках большим спросом пользуется классическая литература и меньшим современная. В частности, мы просили наших экспертов выбрать из 15 жанрово-тематических комплексов художественной литературы 3-5 наиболее востребованных. И чеченские, и алтайские библиотекари на первое место поставили русскую классику. Для сравнения, в библиотеках русских городов она оказалась только на 9-м месте. И напротив, современная отечественная проза в русских городах находится на 2-м месте. В Республике Алтай для сравнения на 4-м, а в Чеченской Республике аж на 14-м месте. Та же тенденция наблюдается и при ответах на открытые вопросы. Хотя специально оговаривалось, чтобы библиотекари оценили спрос литературу вне зависимости от школьной программы, именно в национальных республиках называлось много классических произведений, многие из которых входят в школьную программу. Это книги Булгакова, Бунина, Грибоедова, Есенина, Достоевского, Крылова, Куприна, Лермонтова, Лескова, Пушкина, Толстого, Тургенева, Чехова, Шолохова. А вот как раз произведений современной литературы в национальных республиках называлось существенно меньше по сравнению с русскими городами, основными базами исследования. Если бы в республике Алтай назывались некоторые наиболее знаковые имена отечественной прозы, допустим, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Виктор Пелевин, Полярный, Рубина, Яхина, а зарубежной литературы практически не называлось, то в Чеченской республике прямо противоположная ситуация. Если современная проза и называлась, то она, как правило, принадлежала перу зарубежных авторов, а отечественная буквально называлась единична. Ну, вероятно, в национальных республиках проблема с комплектованием стоит еще острее, чем на территориях с преимущественно русским населением. Вот и косвенное подтверждение тому. При ответе на вопрос, назовите, пожалуйста, книги, которые часто спрашивают, но их нет в ваших библиотеках. В общем-то, и чеченские, и алтайские эксперты указывали отдельные произведения современных авторов. Однако другая причина, которую нельзя не игнорировать, это, возможно, и недостаточная работа по продвижению произведений современной литературы. Ну, это то, что касается репертуара чтения. Но разница по регионам наблюдается и в различии экспертных оценок по поводу читательской ситуации. В целом и чеченские, и алтайские библиотекари более оптимистичны, чем библиотекари русских городов. В частности, просили оценить наших библиотекарей ситуацию с чтением. Так вот, в русских городах более половины участников считают эту ситуацию стабильной. Порядка трети отмечают рост потребностей в чтении. Ну, все-таки 13,3% отмечают падение интереса к чтению, что показательно. Для сравнения, в библиотеках Чеченской республики 12 человек из 17 отметили, что эта потребность растет, а падение, отметил лишь один эксперт. В республике Алтай 9 специалистов, это порядка 2-3 опрошенных, считают ситуацию с чтением стабильной. И опять же, только один эксперт отметил ухудшение ситуации. То же самое касается некоторого оптимизма специалистов из национальных республиков по поводу ситуации с текущим комплектованием. В основных базах исследования более четверти опрошенных отметили проблемность ситуации и применительно к художественной, и применительно к отраслевой литературе. Особенно даже применительно к отраслевой литературе. В Чеченской республике лишь три эксперта из 17 выбрали вариант «пожалуй, неудовлетворен» применительно к фонду художественной литературы, а вариант «неудовлетворен» не выбрал никто. Относительно фонда отраслевой литературы, лишь три чеченских библиотекари отметили вариант «пожалуй, неудовлетворен», и один затруднился ответить. И в республике Алтай менее трети экспертов указали, что текущий уровень комплектования и художественной и отраслевой литературы их не устраивает. Однако другие ответы на другие вопросы не подтверждают столь оптимистичных настроений. В частности, тот момент, что среди востребованных книг в республиках практически не назывались произведения современной отраслевой литературы. Может, это, конечно, говорит и о недостаточном спросе, но это порождает другой вопрос. Насколько библиотекари уделяют внимание продвижению нонфикшн-литературы? Противоречия возникают еще и при сопоставлении полученных данных с оценками специалистов из центральных библиотек субъектов федерации. В частности, Национальная библиотека Чеченской республики в ежегодном докладе о деятельности муниципальных библиотек за 2022 год отметила, что в четырех районных республики вообще нет обновляемости фонда, а еще в трех она составляет менее 1%. Все эти библиотеки принимали участие в нашем исследовании и показали свое довольство текущей ситуации. Разница по регионам наблюдается и в предоставлении населению книг на разных носителях. Экспертам был задан вопрос, предоставляет ли ваша библиотека своим читателям возможно читать электронные и аудиокниги. Так вот, в библиотеках городов с преимущественно русским населением примерно четверть экспертов ответила, что нет доступа ни к аудиокнигам, а остальные три четверти отметили, что такие издания в той или иной степени присутствуют. А вот в Чеченской республике все с точностью наоборот. Только четверть предоставляет книги не только в бумажном формате, а вот три четверти опрошенных отметили, что такой возможности они не предоставляют. А в Республике Алтай прямо противоположная ситуация. То есть половина экспертов отметила, что предоставляется доступ к электронным книгам. По два эксперта выбрали варианты «да, только аудиокниги», и «да, электронные и аудио». И лишь три эксперта из 15, принявших участие в вопросе, отметили, что доступа к другим книжным форматам библиотека не предоставляет. Но здесь может быть объяснение, что от Республики Алтай приняло участие достаточное количество модельных библиотек, где ситуация, конечно, несколько иная. Но нельзя здесь не учитывать и предпочтение самих читателей. В частности, ответы на следующий многозначный вопрос, какие тенденции и востребованности разных форматов для чтения вы наблюдаете в вашей библиотеке, в вашем городе, свидетельствует о явном преобладании бумажной книги. Практически все эксперты, независимо от региона, согласились с суждением. Абсолютное большинство наших постоянных читателей предпочитают бумажные книги. В ходе этого экспертного опроса предполагалось также выяснить мнение библиотекарей по поводу наиболее эффективных форм и методов продвижения чтения в стенах библиотеки, в виртуальном пространстве и в общественном пространстве города или поселка, где библиотека расположена. Вот здесь полученные данные также по регионам различаются. В стенах библиотеки в основных базах исследований на первое место вышли индивидуальные рекомендации. Для сравнения, в Чеченской республике они оказались лишь на шестом, предпоследнем месте, а в республике Алтай на третьем месте. Вообще-то вполне объяснима такая высокая оценка экспертами именно индивидуальных рекомендаций, поскольку именно в процессе личного общения читательский прос не только удовлетворяется, не только уточняется, но и формируется. Но проблема в том, что в настоящее время на страницах профессиональной печати и на наших специальных площадках для профессионального обсуждения практически не говорится о возможностях индивидуального обслуживания. Но есть еще один важный момент. При формулировке вопроса мы спросили, какие формы продвижения книги и чтения наиболее эффективны, с вашей точки зрения. И, возможно, специалисты из национальных республик ориентировались именно на эту формулировку вопроса. Это большая проблема нашего времени. Противоречие между оценкой качества и оценкой эффективности. Поскольку сегодня библиотеки ориентируются сугубо на количественные показатели, нельзя не обратить внимание, что их достижения не в состоянии обеспечить полноценные разговоры о книгах, в частности, в русле индивидуального обслуживания. А вот такая форма работы, как презентации новых книг, тоже оказалась востребована в библиотеках разных регионов. В библиотеках с преимущественно русским населением эта форма работы оказалась на втором месте, в библиотеках Чеченской республики на первом, в республике Алтай также на первом месте, вместе с книжными выставками. Ну вот высокая оценка такой формы работы – это тоже косвенное свидетельство того, что читателям все-таки необходима современная литература и потребность в ней есть. Ну вот еще одна тенденция, характерная для всех регионов, и тенденция, я бы сказала, отрицательная. На последнее место библиотекари всех регионов, которые принимали участие в исследовании, поставили, к сожалению, библиографические указатели. Такой подход свидетельствует о недооценке библиотечными специалистами возможности библиографической работы и создания традиционных информационных ресурсов. Следующий вопрос был направлен на оценку эффективности форм работы в виртуальной среде. Здесь тоже наблюдаются региональные особенности. В библиотеках основных базах исследований на первом месте виртуальные выставки, на втором – сервисы рекомендации книг, это профессиональные рекомендации библиотекарей, читательские рекомендации, книжные рейтинги и так далее. На третьем – видеоролики, буктрейлеры. В Чеченской республике, соответственно, конкурсы викторины, на втором месте – видеоролики, буктрейлеры, и на третьем – литературные игры. В республике Алтай на первом месте – видеоролики, буктрейлеры также, на втором – виртуальные выставки, на третьем – конкурсы викторины. И вот в целом эксперты из национальных республик чаще отмечали, чем библиотекарей из основных баз исследования, зрелищные, развлекательные формы продвижения книги, при недооценке, собственно, рекомендательных и познавательных ресурсов. Вот еще одна особенность была выявлена именно в национальных республиках, тоже оказался несколько недооценен, собственно, доступ к электронной книге как форма продвижения чтения. В Чеченской республике этот вариант ответа на восьмом, последнем месте, а в республике Алтай на шестом. Ну, хотя в условиях недостатка новых поступлений и с учетом роста читателей, которых интересует электронный формат, обеспечение такого доступа в виртуальном пространстве могло бы стать дополнительной возможностью для привлечения новых читателей в библиотеку. Ну и последний вопрос касался оценки возможностей продвижения чтения вне стен библиотеки. Вот здесь специалисты из разных регионов были единодушны. Все на первое место с большим отрывом поставили уличные мероприятия и акции. Ну, тоже объяснимо, как я уже говорила, это соответствует оценке эффективности, и такие мероприятия, как правило, обеспечивают количественные показатели, которые сегодня от библиотекарей требуют. Ну вот на что можно обратить внимание, в национальных республиках в целом по сравнению с русскими городами меньше оценивалась эффективность буккроссинга. Ну, хотя при должной организации буккроссинг выполняет не только функции книгообмена, но и книжные коммуникации, и книжные рекомендации. Ну, подводя итоги, скажу, что сопоставление вот этих данных, полученных в разных регионах России, с одной стороны, позволяет выявить региональные особенности чтения, а с другой стороны, характеризует общие тенденции и проблемы, которые сегодня характерны для библиотечного обслуживания Российской Федерации в целом. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова